моделирование подготовка сцены давайте возьмем за основу нашей комнаты эскиз который уже у нас есть заранее подготовлен наша наша комната это будет бокс пространство которое будет составлять бокс мы берем размеры ну свободные размеры будем брать комната будет прямоугольная высоту возьмем примерно средних размеров это где-то 270 ширина будет метров 5 и глубина нет ширина метров 6 а глубина где-то метров пять и зададим вот такое вот пространство очертим такое пространство боксом чтобы не выйти случайно за границы этого пространства стены будут у нас тонкими стены будут односторонние односторонний полигон для чего это нужно для удобства чтобы можно было смотреть сквозь стены и вот давайте сейчас вот такой бокс у нас получился мы сейчас перейдем режим редактирования сетки и здесь отметим поставим галочку чтобы видеть сквозь стены находится это справа вот так и теперь мы видим видим все что находится внутри нашей нашей комнаты не не переходя вид камеры который мы потом создадим итак давайте продолжим перейдем ведь сверху сделаем вид каркасный чтоб можно было смотреть и и видеть план да давайте сохраним нашу сцену зайдем папку проект и назовем ее спальня как всегда язык стоит другой поменяем его на нужный и сохраняемся что для нас будет одно окно которое не видно на эскизе но мы его представляем оно будет слева обратите внимание справа у нас шкаф внутренний платяной да сверху будут светильники потолки ниша пару бра на стене картина кровать ну в общем классическая планировка спальни можно конечно начать со шкафа шкаф может быть ножка шкаф мы сделаем просто экструдить делаем экструдирование стене справа и таким образом у нас появится шкаф давайте создадим створку одну створку нашего шкафа чтобы можно было потом рассчитать сколько же у нас будет их шкаф ширины и глубины поэтому создаем еще один бокс и создаем ему размеры примерно высоту мы уже знаем до 270 вот и если посмотреть у нас в глубину у нас 5 метров толщину сделаем где-то 4 возможно или давайте начали 50 это ширина нашего нашей створки и где-то глубина 0 5 ну вот так поставим приблизительно и пока отложим в сторону пока отложим в сторону наш нашу створку и займемся окнами и дверьми давайте разметим сейчас где у нас будут окна и где у нас будет дверь дверь у нас будет справа входная комнату а слева будет у нас окно нажимаете control r и делите нашу горизонтально делите на две ну то есть добавляете новые ребра по всей площади разделить таким образом на три части зрительно наш бокс вот выбираем все четыре вершины верхнем окне ну или каком вам удобнее и перемещаем туда где-то где будет дверь сделаем примерно 90 сантиметров дверь она может быть конечно и меньше 85 но у нас будет 90 по клеточкам мы отмеряем мы уже подготовили сцену и в начале поставили выбрали метрическую вот вы можете обратить внимание справа можете видеть что у нас система метрическая и сверху если мы посмотрим по клеточкам можно ориентироваться итак теперь выделяем наши четыре вершины которые будут составлять наше окно масштабируем их только по одной оси по ширине делаем два метра будет такое большое окошечко у нас все шириной мы разобрались по ширине дверь и окно по ширине мы уже сделали теперь давайте разметим с помощью ножа мы разметим сделаем еще дополнительное ребро здесь его сделаем два вот давайте теперь выровняем нашу наш проем нашу перекладину скажем так проема нажав это можно сделать выбрав две решины нажав масштабирование и по z и нажав 0 теперь мы передвинем примерно ну сколько там высота если у вас нет точных замеров то можете использовать стандарт стандарт обычно 40 примерно то есть балка примерно 40 сантиметров по высоте вот теперь отчитаем давайте метр или 90 как хотите все зависит еще от стиля вашей вашей комнаты вашего интерьера и прорежем сейчас вот так аккуратненько развернув прорежем вторую перекладину это будет подоконник опять же выровняем его нажав масштабирование выбрав две вершины нажав масштабирование и нажав по z 0 перемещаем перемещаем его на высоту ну здесь у нас будет высокий такой подоконник вот так давайте подровняем что же будет дальше теперь делаем экструдирование то есть выдавливание выдавливаем наше окно чтобы появился у нас проем реалистичный и зрительно мы изнутри видели толщину стен немножечко замеряем сколько будет ну это классическая толщина 38 сантиметров примерно стены 15 сантиметров будет идти на наружную и все остальное будет идти на внутреннюю это уже все потом будет зависеть от того где поставите окно сейчас нужно просто общее угадать удаляем нам не понадобится уже задняя стенка нашего выдавливания давайте теперь разметим то что нам нужно для горизонтальную за горизонтальную линию двери отметим верхнюю делаем все по тому же тем же способом и опускаем ее вниз сделаем два метра пусть будет пока так опять выдавливаем нажав на клавишу е и делаем примерно ту же толщину стены здесь я сделал 30 и удаляем заднюю стенку и так у нас есть уже дверь и есть у нас окно проемы то есть готовы пока только проемы давайте сделаем шкаф то есть сделаем выдавливание для шкафа по той же схеме делаем вертикальную отметку где у нас будет заканчиваться шкаф шкаф не будет идти до самой двери он будет начинаться от самой стены та которая смежная с кроватью с подголовником кровати то есть задняя стенка он будет начинаться прямо оттуда и здесь будет заканчиваться ну сделаем на три створки его точный размер вам не скажу это можно посчитать по клеточкам поставим на паузу видео в глубину сделаем 50-60 ну обычно это 50 ну здесь не важно потому что глубина вообще не будет видна так как створки будут шкафа закрыты вот готова у нас уже такой вот ниша для шкафа выгнали мы стены давайте теперь займемся сразу же заранее сделаем наши створки потому что они у нас не просто антураж или какой-то предмет интерьера они у нас считаю очень важные простеночек скажем так они составляют они закрывают пространство участвуют в создании пространства поэтому мы сделаем заранее сейчас точно просто отмерим да и назовем это будет стены назвали мы стены коробка как вы можете видеть и нашу створку так и назовем створка створка шкаф давайте более точные размеры сейчас в объем створка обычно имеет толщину где-то 4 см ну высота зависит все от ширины если 75 см то 3-х метровые створки естественно не получат да и вообще 3-х метровые не получатся обычно делают если очень высокий потолок делают просто или заглушку какую-то ставить фасадную или делают дополнительные дверцы ну здесь мы сделаем просто вот такой нахлест вот сейчас я представил посмотрю но наверное сделаем и нахлест вот так небольшой вот свет не будет пробиваться из шкафа поэтому эта щель не будет заметна на визуализации и так ну примерная ширина у нас готова давайте перейдем в режим редактирования сетки и сделаем углубление то есть нужно нам создать сейчас раму выделяем две противолежащие два противолежащих полигона передний и задний и будем экструдировать экструдировать чтобы появилась рама и появилось стекло это классический способ который я часто очень использую при этом сетка при этом дверца остается одним объектом ну можно конечно сделать и отдельное стекло вот сейчас как вы только что видели режим 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 нашего вернее я центр трансформации поставил центр объекта потому что пока мы в режиме сетки мы долго возились и перемещали нашу створку центр трансформации оказался у нас точка привязки где-то в стороне я нажал control shift с нет control shift alt c и выровнял теперь 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 давайте мы экструдировали у нас появилось два дополнительных полигона как вы видите теперь масштабируя мы добиваемся чтобы рама по прииметру была одной толщины одной ширины мы выставили теперь экструдируем еще раз просто поверяем что у нас появились видите вот таким движением просто поверяем что у нас появились новые полигоны но не сдвигаем их с места делаем отмену потом нажимаем масштабирование и по иксу мы просто сближаем скажем так эти створки давайте еще раз масштабируем то здесь точно нужно угадать и не перепутать с масштабированием вот видите я даже бил точное значение 3 теперь немножко подправим и масштабируем их а да давайте теперь сделаем чтобы у нас не было чтобы добавить реализма мы сделаем как это в народе называется штапики но здесь это будет просто реалистичный профиль скажем так поэтому мы делаем еще одно экструдирование и уже небольшим масштабированием сузим наши наши ну новую глубину нашу сузим чуть чуть нашу площадь и у нас получатся маленькие отступы которые будут составлять которые будут составлять вот еще один скос который добавит на визуализации реализма ну и здесь простой профиль очень если вы хотите какой-то повторить какой-то профиль более сложный из каталога из реально существующего то вот такой такой технологии экструдированием и масштабированием выдавливанием и масштабированием вы можете добиться нужного результата вот одна створка у нас готова назвать мы назвали уже давайте сразу добавим ей этой створке два материала то есть мы точнее мы не добавим материал мы добавим два слота на которые потом создадим два материала два слота мы добавили первый материал будет называться у нас стекло или еще как-нибудь второй алюминий или рама ну как уже будет вам угодно придумать можно любой да видите вот как здесь здесь вы можете выбрать какой-то матовый там какое-то несение может рисунка пескоструй зеркало я в этом проекте буду среднюю створку сделаю зеркальную полностью для удобства а слева и справа а с лево и справа у меня будет рисунок рисунок возможно это будет технология пескоструя или еще какую-то там сам какая-то наклеенная пленка но тем не менее вот так в общем первый материал первый материал называю алюминий второй материал назовем стекло рисунок или еще как-то стекло узор и так второй материал мы назовем в общем стекло узор или еще что-то такое главное чтобы потом просто не запутаться при стеклошка давайте так вот у нас есть два материала все так мы пока оставим ну это вот стандартные поменяем быстренько цвет чтобы немножечко отличалась в сцене возможно даже не будет заметно не суть важно сейчас а да давайте сразу и обозначим какой материал у нас будет рамой и какой материал будет на стекле а вот выбираете просто нажимаем assign и все и вот он применил все просто теперь нам нужно сделать да давайте скопируем и размножим и сделаем три створки нажимаете shift d и в виде сверху а да чуть не забыл давайте еще сделаем небольшой скос скос небольшой давайте еще сделаем небольшой скос на нашем на краях на кромке нашей двери потому что сейчас она у нас идеально ровная ровная перейдем режим ребер выделим по бериметру все ребра которые составляют кромку нашей нашей рамы двери путь ну путь по которым вы можете пользоваться может быть различный главное чтобы в итоге у вас получилось вот такое выделение теперь ctrl b то есть мы делаем булевую операцию и небольшим движением регулируете скос который появился вот примерно такой скос переходим опять в режим объекта и вот что мы видим вот такая вот готовая такой минималистический такой профиль скажем так стиль минимализма в плане детализации то есть здесь детали немного давайте теперь скопируем все у нас готово одна створка уже сделаем дубликат один и второй чтобы получилось три створки можно поставить так можно сделать чтобы средняя была в наружу смотрела наружу вот ну то есть мы не будем сейчас делать так как это задумано архитектором или мастером по по созданию дверей мебельщиком сделаем вот такой вот то есть нас интересует чисто визуализация этого проекта поэтому достаточно будет вот так вот сопоставить две створки ну и третью естественно соответственно так же делаем дубликат первой и упираем ее прямо в стену если вы правильно рассчитали то у вас должно все стать так как нужно вот готовы наши три створки по высоте 2.70 по ширине около около 60 или даже нет 60 это мало ну посмотрите по видео там около 75 по моему так же можно из этой створки сделать дверь нас сейчас не интересует ручка двери сделаем только немножко толще вот подгоним по размерам пока без рамки без какого-либо наличника створка это все дело то есть проектом задачи проекта не требуется чтобы эта створка была точно похожа на дверь скажем так но двери стеклянные бывают межкомнатные с такими вот профилями похожими поэтому мы смело можем делать их в таком стиле давайте подобьем размеры уже подгонка небольшая на глаз и получается у нас неплохая дверь здесь небольшая заминка вот так двигаем в общем в уровень с проемом вот готова у нас вот такая дверь у нее тоже будет похожий рисунок такой же как и у на фасадах шкафа просто выберем потом то что нам больше понравится на глаз уже постелю и дополним нашу дверь ну здесь в общем-то в подгонке достаточно вот такой подгонки ну можно конечно еще немного подровнять вот если вы никуда не спешите в принципе вот такие вот стены за 20 минут в пределах 20 минут если уже рука набита в моделировании вы можете выполнять вот такой набор простой стен одной комнаты можно конечно делать и в будущем планируется что визуализация этого проекта будет проходить не только в сайклах а еще и в V-Ray в котором мы установим плагин специально для блендера установим плагин и будем пользоваться визуализацией V-Ray там мы сделаем немного не такие стены мы не будем делать их с помощью коробки одной одного бокса а сделаем их толстыми объемными точнее с толщиной двери где они будут иметь толщину там 10 или 20 сантиметров каждая стена итак ну сделаем их реалистично более глубокой дверь потому что она меньше она профиль ее толще вот готова у нас такая дверь пока без наличника без рамы сейчас это нам не нужно вот как видите у нас получилось аккуратные такие дверки сохраним наш проект и можно сделать окно в принципе окно можно делать по тому же принципу окно сделаем без рамы вот вот так давайте сейчас мы берем сейчас стены вид сверху копируем нашу дверь и перемещаем ее на окно и таким же способом быстренько подгоняем наше окно можно еще его шире сделать вот главное что под размеры проем оконного проема очень часто визуализаторы делают проем окна или откосы делают более ну под углом небольшим углом тогда кажется реалистичнее это в общем то несложно сделать по той технологии по которой мы делали с вами стены вот это сделать несложно мы в этом проекте делать не будем то есть секреты какие-то я расскажу естественно из своего опыта приведу какие-то примеры по поводу толщины потолков над подвесных откосов и так далее сейчас нам достаточно вот такой вот такого одного глухого окна большого такого и светлого и светлого потому что свет будет когда мы настроим свет свет будет проходить хорошо вот теперь центр трансформации мы в центр окна поместили с помощью сочетания клавиш которые вы видели на экране и что у нас получилось у нас получили стены у нас получилось окно три створки время за потолком как вы помните уже по эскизу нашему у нас там есть небольшое большая ниша скажем так углубление потолке то ли это потолок подвесной и все что вокруг ниши это уровень подвесного потолка то ли это ну скорее всего так то есть технически исполнить его можно строитель мастер исполнить вот так сделается накладка по периметру а в центре остается ниша это один вариант вот можете сделать в ту нишу можно сделать натяжной вот как видите да у нас здесь сверху есть такой потолок подсветки у нас не будет хотя и можно было предусмотреть и подсветку вот ну это всего лишь проект для урока по созданию интерьера в программе Blender итак переходим режим редактирования сетки нашего ботса выделяем все вершины чтобы после выделения вся верхняя часть потолка вся плоскость была выделена плоскость делаете после экструдирования и вы ее масштабируете передвигаете так чтобы у вас зрительно можно рассчитать чаще всего из уже из знаний архитектуры из опыта я могу сказать что периметр всегда должен быть существуют модули на ширины на какую-то высоту если вы предлагаете заказчику какую-то высоту шкафа какой-то архитектуры какого-то подвесного баталка или ниши всегда есть определенные определенные модули скажем так модульные величины 40 80 60 30 то есть и надо их немножечко простите надо их немножечко выдерживать например один уровень у вас там идет вот один короб у вас по периметру идет 60 отступает отступаете вы от стенки следующий короб например чуть ниже у вас 30 должен быть или 40 посмотрите зрительно как лучше нельзя сделать 50 60 10 или 15 разницу вот теперь вот вот мы примерно выставили этот короб как нам нужен ну здесь я отступил по моему по метру то есть у меня от каждой стены у меня будет стена будет примерно короб этот будет в общем отступаться от стены ширина его будет где-то на метр вот я считаю и двигаю можете видеть и тогда и зрительно воспринимается вся архитектура интерьера воспринимается очень гармонично и зрителю не кажется что то что есть какое то ну вот какие то заблуждения скажем так теперь экструдируем вверх опять же убираем всю все вершины чтобы они составляли плоскость и экструдируем вверх на уровень где-то 10 сделаем то есть здесь в модели у нас это новый уровень верхний а в реальности конечно же это будет нулевой уровень а все остальное всяк весь короб будет опускаться вниз ну здесь несложно не запутаетесь вы вот так если мы сохраним да камера вы как видите камера источник света у нас были по умолчанию очень часто они при открытии сцены в блендере они есть по умолчанию мы только нам только остается камеру установить туда куда нужно если ее не было создать новую камеру вот она наша камера давайте ее сейчас выставим чаще всего камера выставляется на высоту метр пятьдесят для чего никак не метр семьдесят мой вам совет я вам скажу то есть если это вот такая классическая комната как у нас вот такой вот высоты примерно средний потолков то камера должна стоять на метр на высоту метр пятьдесят потому что таким образом вы показываете величие вашего интерьера скажем так даже если вы наблюдали любой фотограф когда он делает фотографию снимок он слегка приседает уже интуитивно так сказать даже тренога трипод на который ставится фотоаппарат или камера она не бывает очень высокой и тоже метр пятьдесят шестьдесят ну конечно же если это какая-то специальная для видеокамеры которая для там журналистов например тогда да вот здесь мы выставляем тогда там она может быть выше чтобы для чего чтобы камера над главами зрителей над главами журналистов можно было поставить камеру выше там важно заснять информацию а не подать ее как-то эстетически каким-то кадром там там режиссуры большой не нужно а здесь здесь обязательно здесь снимок видите я сейчас свет и камеру я поместил на другой слой для удобства потому что если у вас будет очень много источников света я вам рекомендую помещать их на другой слой выделять специальный слой предусмотреть специальный слой для света специальный слой для камер для стен четвертый слой будет для каких-то предметов интерьера если это ресторан или кафе и у вас будет много стульев и столов можно эти все вещи поместить на пятый слой и так далее вот камеру мы сейчас поместим на метр пятьдесят а потом мы возьмем все наши все наши стены и поднимем их так чтобы уровень нашего пола стал в ноль в ноль нашей сцены так будет логичнее если вы будете импортировать какие-то материалы которые были созданы в другой сцене и стояли на нуле на полу то они будут импортироваться правильно в любом случае удобнее смотреть вот конечно же так все это смотрим сейчас в камеру да камера конечно находится посредине ее можно сделать угол шире обзора то есть регулируя величину линзы да я поставил сейчас двадцать четыре миллиметра это стандартная камера для визуализации интерьеров именно именно интерьеров вы можете делать больше меньше но не забывайте чем шире угол тем более вытянута перспектива картинки так что вы знаете что вы Продолжение следует...